Ни одна вакцина от коронавируса не работает. Ранее созданные медпрепараты неэффективны перед новым штаммом ковида. Об этом заявили сотрудники Федерального Роспотребнадзора. Вспомните, во время пандемии и сразу после медики и чиновники постоянно говорили о важности прививок. Прошло время, массовые заявления экстренно прекратились. Когда в России появится эффективная вакцина? И может ли пандемия ковида вернуться? Эти вопросы и не только мой коллега Дмитрий Бачко задал эксперту. Коронавирус-2023. В СМИ регулярно в последнее время появляется информация о распространении ковида в Чулябинске, да и в целом по стране. Действительно ли это так? Сегодня мы узнаем у специалиста, у начальника отдела санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Анны Чистовой. Расскажите, действительно ли можно говорить о росте числа заболевших? Действительно, на сегодняшний день отмечается очередной подъем заболеваемости, который начал регистрироваться с конца сентября месяца. А с начала октября месяца и по сегодняшний день мы имеем тенденцию к росту. О каких-то цифрах можно говорить? Сейчас как оценивается заболеваемость? Заболеваемость варьирует каждый день, поэтому цифра достаточно нестабильная, может регистрироваться от 100 до 400 случаев в день в целом по области. Можно ли тогда говорить в этом случае о новой волне пандемии коронавируса? Мы не говорим о новой волне пандемии, потому что случаев заболевания достаточно малое количество. Если будем сравнивать непосредственно с самой пандемией, когда у нас там регистрировалось, 2 тысячи, 4 тысячи случаев бывало в день. Просто идет очередной подъем заболеваемости, что характерно, в принципе, для всех респираторных заболеваний. Еще около месяца назад в некоторых учреждениях начали вводить обязательный масочный режим. Есть ли смысл сейчас использовать маски? Масочный режим носит рекомендательный характер, он у нас прописан в распоряжении правительства нашей области и касается, в частности, людей, которые имеют соматические заболевания большие, это лица старшего поколения, при посещении мест массового нахождения людей. Ранее медики также говорили постоянно о необходимости прививок, необходимости вакцинации. Сохраняются ли такие рекомендации сейчас? Нужно ли ставить прививку? Дело в том, что возбудитель, он видоизменяется, и на сегодняшний день он уже настолько раз поменялся, поменял свой штамп, что те вакцины, которые существовали до сегодняшнего дня, они уже просто, скажем так, неэффективны. Новые вакцины разрабатываются, они проходят сейчас клинические испытания, они уже разработаны, они уже под новые штаммы, как говорится, разработаны. Поэтому, я думаю, их скоро получим. И тогда давайте как раз расскажем, какой штамм сейчас самый распространенный и как протекает заболевание. На сегодняшний день циркулирует в Челябинской области, так же, как и в целом по Российской Федерации, это штамм омикрон. Заболевание протекает, в принципе, типично, как банальное острое респираторное инфекционное заболевание. То есть никаких отличительных признаков, каких-либо, какие были ранее характерны для первичного ковида, мы не наблюдаем. То есть насморк, кашель, подъем температуры, слабость. Чего тогда ждать в будущем? Можно ли говорить о предстоящей пандемии? Ну, надеемся, пандемии не будет, но, возможно, волнообразное развитие течения заболевания в целом, потому что омикрон уже никуда не уйдет. Он останется и будет циркулировать среди населения. Но не будет, как говорится, высоких подъемов заболевания. Но если же вдруг что-то случится, как говорится, мы всегда на страже. Спасибо.